Что такое глобализация? В 20 веке человечество столкнулось с таким объективным явлением, как глобализация. Глобализация — это процесс концентрации и управления всем человечеством в одних руках. Этот процесс шел на протяжении всей человеческой истории, и сейчас он подходит к своему завершению. Много лет назад жрецы Древнего Египта поняли, что глобализацией можно управлять. Они разработали общие принципы и схемы управления обществом для достижения собственных целей и возглавили этот процесс. Попытаемся проследить, каким образом сейчас осуществляется управление процессом глобализации. Шестой приоритет — оружие уничтожения. Война — есть продолжение политики иными средствами. Карл фон Клаузевиц Самым древним и быстрым способом управления людьми являются войны. Цель любой войны — завоевание территорий, богатств, людских ресурсов, либо полное уничтожение противника. История человечества запечатлела множество кровопролитных войн. В ходе глобального исторического процесса появлялись все более изощренные, совершенные орудия для уничтожения и порабощения. И сейчас человечество оказалось в ловушке, так как оно вынуждено тратить все больше и больше средств на бесконечную гонку вооружения. В конце концов, мы создали такое оружие, которое вместе с противником может уничтожить всю цивилизацию. Для славян никакой гигиены, только водка и табак. Адольф Гитлер Уничтожить или подчинить своим целям целый народ можно с помощью оружия геноцида, то есть наркотиков, алкоголя, табака, некоторых прививок и ГМО-продуктов. Но, чтобы народ не распознал их как оружие, они были замаскированы с помощью культуры, средств массовой информации, специально подброшенных поговорок и примет под якобы безобидные средства для расслабления, снятия стресса, веселья и получения устойчивости к болезни. Но фактически это опасные яды, подрывающие генетику рода, убивающие людей духовно и физически, как живущих, так и будущих поколений. Думаете, это осознанный выбор каждого? Это навязанный, мнимый выбор, так как наша культура с самого детства предлагает человеку выбрать либо ложь номер один, употреблять различные дурманы в меру, либо ложь номер два, без меры. Четвертый приоритет. Экономический. «Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто будет устанавливать там законы» – Майкл Ротшильд. Для глобализаторов полностью уничтожать народы не имеет смысла, кто-то из рабов должен остаться. Поэтому можно подчинить своим узкоклановым интересам их экономику, да так, чтобы народ даже не понимал, что на самом деле происходит. Это можно сделать через мировые деньги и институт кредита с помощью ростовщического судного процента, когда кланы банкиров, не производя ничего ценного для общества, получают бешеные доходы по кредитным процентам. И люди, семьи, целые народы долгое время работают на их погашение, становясь по сути своей рабами. Для реализации этого механизма понадобится больше времени, так как сначала нужно насадить обществу жизненно несостоятельную экономическую науку. Но зато это окупается большим эффектом, потому что в этом случае все общество, вне зависимости от того, берут люди кредиты или нет, понимают они эти механизмы или нет, находится фактически в экономической зависимости от узкой прослойки банкиров, подпитывая эту систему как батарейки. Третий приоритет. Фактологический. Факты не существует. Есть только интерпретации. Фридрих Ницше. Значительно эффективнее можно управлять народами или отдельными слоями общества, определенным образом обработав человеческое сознание с помощью различных идеологий, вероучений, социологических доктрин, средств массовой информации. И если нужно, в определенный момент, с помощью специальных методов активации заранее заложенных противоречий, таких как провокации, заказные убийства, скандальные статьи, карикатуры, либо объективно сопутствующих ошибок, людей сталкивают между собой, что со стороны может выглядеть как случайность. Так, сейчас мы становимся свидетелями попыток столкновения исторически сложившегося ислама и библейского христианства. Одним из наиболее мощных способов обработки сознания людей является телевидение. Ведь вопреки расхожему мнению, средства массовой информации не столько отражают объективную реальность, сколько программируют её, формируя отношение людей к тем или иным событиям. Второй приоритет – хронологический. Почаще оглядывайся на зады, чтобы избежать в будущем знатных ошибок. Козьма, Рудков. Известно, что человек, забывший свою историю, историю своего отечества, подобен дереву, потерявшему корни. А что будет, если свою историю забудет целый народ или поверит в какой-нибудь исторический миф, навязанный ему с учётом интересов внешних враждебных сил? Переписывание истории народа неизбежно приводит к изменению его будущего. Именно поэтому приход новой власти всегда сопровождается переписыванием историй. Но при этом сами правители не понимают, как их используют в тёмную. Очень ярко это проявилось сегодня в бывших союзных республиках, отколовшихся от Союза Советских Социалистических Республик. Поэтому необходимо всегда помнить, что история никогда ничему не учит. Она лишь наказывает за незнание своих уроков. Первый приоритет. Мировоззренческий. Хочешь победить врага? Воспитай его детей. Восточная мудрость. Покорение народа будет наиболее устойчивым, эффективным и практически необратимым, если удастся каким-либо способом видоизменить его мировоззрение в массовой статистике. Тогда народ сам защищает интересы своих захватчиков, считая их частью своей нормальной жизни. Наиболее ярким примером воздействия на мировоззрение является кастовая структура общества в Индии. На территории Индии проживает в полной нищете около 300 миллионов людей, относящихся к касте неприкасаемых, или little people, которые считают, что это единственно возможный способ их существования в обществе. Данный пример показывает, насколько мировоззрение определяет жизнь многих поколений людей на протяжении тысячелетий. На сегодняшний день можно выделить два основных типа мировоззрения, преобладающих в обществе. Калейдоскопическое мировоззрение, когда люди во всем потоке событий и фактов не находят своего места в жизни, в их понимании каждое новое событие лишь вносит дополнительный хаос в их мировосприятие, наподобие того, как внесение нового осколка стекла в калейдоскопе меняет всю картину. Мозаичное мировоззрение. Люди с таким мировоззрением видят мир как единый и целостный, в котором всё причинно-следственно обусловлено, где нет случайных событий, и появление нового факта или события дополняет картину мира, делая её более чёткой, как внесение нового фрагмента в мозаику. К сожалению, современная культура в нашем обществе порождает преобладание мировоззрения калейдоскопического типа. «Всё, что видим мы, — видимость только одна, далеко от поверхности мира до дна, полагай несущественным явное в мире, ибо тайная сущность вещей не видна». Амар Хайям. Раньше все эти механизмы управления были скрыты, и их знало лишь ограниченное число посвящённых. Но сейчас, в силу действия объективного закона времени, всё тайное становится явным, и каждый человек при желании может это увидеть. Теперь проявилась та самая неведомая рука и её владелец, который в своё время придумал все эти механизмы и умело запускал их в ходе глобального исторического процесса. Это объективное явление в жизни общества было названо «концептуальной властью», а механизмы ведения войн или управления обществом были выделены как обобщённые средства или приоритеты управления этой самой концептуальной властью. Сегодня, осознавая эти механизмы, каждый способен сам противостоять воздействию на него извне по всем приоритетам, и у него появляется осознанный выбор — остаться рабом, либо освободиться и стать человеком. Внешний вызов принят. Я знаю, вы меня слышите. Я чувствую вас. Я знаю, вы боитесь. Боитесь нас. Боитесь перемен. Я не знаю будущего. Я не стану предсказывать, чем всё кончится. Я скажу лишь, с чего начнётся. Сейчас я повешу трубку. И потом покажу людям то, что вы хотели скрыть. Что будет дальше? Решать нам. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова